Находимся на карьерах Часовьяра. Это огромный Часовьярский шагающий экскаватор. Ребята, домчали на велосипедах. Отлично все. Длиннющая стрельба. Огромнейшая стрела. Если не ошибаюсь, по-моему, называется драглайн. Огромный ковш идет по этой стреле и прогребая набирается. Находится в упадке. Вообще, конечно, ощутить фундаментальность этого сооружения просто. Просто захватывает дух. Огромные ноги, которые перемещаются. Поэтому и называется шагающий. Скорее всего, наверное, КМЗ делали. Скорее всего. Стрела, конечно, длиннющая. Хочу просто пройтись, чтобы уже было понятно, насколько это длинное. Ну да. Сянь. Да. Ты можешь отойти вон туда, до края. Он весь влезет. И типа на его фоне мы здесь будем стоять, и это будет фоярично. Да, так и сделаю. Режим пройтись. От самого начала до самого конца. Только так нужно понять, насколько она длинная. Потому что это действительно... Дальше идти ссыкотно. Потому что... Очень... Очень ненадежно вот эти соединения. Так, вот эти вот огромные барабаны, это как раз и есть механизм зачерпывания, ведения управления ковшом. То есть огромные тросы, которые через отверстия в этой крыше поднимались выше на ту стрелу. Нет, конечно, плохо видно. И через колеса шли по всей стреле и управлялись уже там помощью ковшом. Собственно, есть механизмы шагания и механизмы для управления забором грунта, руды, чего там угодно. Вот это как раз механизмы для управления ковшом. Почти трехэтажный дом. Огромный, мощный редуктор. Мощнейший. Да, это, конечно, мощно. Тут даже внутри кран-балка есть. Даже, наверное, побольше. Даже, наверное, портальный кран. Да. Вообще круто, пацаны. Надо сюда лезть. Да, вот это мощь. Вот это огромный, огромнейший двигатель. Походу, только без меди. Видимо, тут уже... О, а этот статор. Точнее, ротор. Вот это да. Мощно, мощно, конечно. Пойду залезу на крамбанку. Ну, это как раз консоль выката крана поближе. Поближе. Собственно, вот это все двигалось и отсюда выезжал. Очень забавное наблюдение. Огромный, огромный мостовой кран, который находится внутри самого шагающего эскаватора. Собственно, зачем он предназначается. В случае какой-то замены агрегата, двигателя и прочего, какого-то там, пневмоцилиндра. Вот этот кран-балочка или мостовой кран. Подъезжал, отсоединялся, брал. И выезжал, собственно, из самого эскаватора вот по этим направляющим. То есть задняя крышка открывалась. И тогда можно было достать, обслужить, отремонтировать. Очень умно, очень продумано. Потому что все-таки оборудование тяжелое, мощное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА